Мы продолжаем конференцию Bittrex 24. Идея. И, как всегда, я хочу напомнить, что для вас, для тех, кто у нас сегодня в гостях в конференц-залах, действуют зоны митинг-поинтов и зоны бизнес-эпицентр. Если митинг-поинты – это зона общения с сотрудниками 1S Bittrex, то бизнес-эпицентр – это зона общения с коллегами по бизнесу, с экспертами, которые приехали к нам сегодня в гости. Также позволю себе дополнить, что формат сегодняшней конференции предполагает вопросы нашим спикерам-экспертам. После каждого выступления вы можете задавать им вопросы в приложении Bittrex.conf. Оно уже прямо сейчас доступно для скачивания в Apple Store и Google Play. Ну, пожалуй, с формальностями на этом все. Я приглашаю на сцену нашего следующего эксперта Валерий Ильинский, генеральный директор компании Genotech. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Спасибо. Добрый день. У меня, может быть, будет такая не очень обычная лекция. Я буду рассказывать за многом про генетику, потому что, собственно, сам занимаюсь генетикой. И чуть-чуть про то, как мы, собственно, наш бизнес делаем. Еще раз, меня зовут Валерий Ильинский. Я директор компании Genotech, медико-генетического центра Genotech. И большая часть лекции будет про будущее, которое наступило сегодня. Как мне кажется. Коротко о Genotech. Но основные тезисы, они есть на экране. Собственно, Genotech – это российская компания. Сейчас она крупнейшая в России генетическая лаборатория. Мы делаем достаточно много достаточно научных тестов. Заказчиками у нас являются и клиенты физические лица, и юридические лица. И они расположены в 16 странах. Ну, пока что. 65 сотрудников. Мы работаем 7 лет. 7 лет у нас достаточно плотно с бизнесом связаны научные разработки. Ну, это достаточно сложно. Чтобы понимать, насколько это сложно, у нас, например, зачастую бывают такие моменты в корпоративном портале, когда какие-то научные сотрудники профокапили дедлайн. Это немножко про наши боли. В целом, мы, собственно, Bittrex используем, поэтому мне очень приятно здесь выступать. У нас коробочная версия Bittrex. И, естественно, Bittrex не очень подходит для того, чтобы работать с лабораториями. Поэтому достаточно большое количество вещей мы дописываем сами. Ну, в частности, модуль про лабораторию. Я могу после конференции рассказать, в чем он заключается. Но в целом, вот все это помогает нам предлагать тесты, предлагать тесты, которые следуют вашу ДНК, предлагать тесты, которые открывают какие-то новые закономерности, которые помогают людям жить лучше, а иногда и просто выживать. Что можно узнать из нашей ДНК? Мы изучаем ДНК, генетики, занимаются изучением ДНК. ДНК расшифровывается как дезок серебро-нуклеиновая кислота, поэтому она женского рода, она наша. Можно узнать, на самом деле, три основные вещи. Это риски развития заболеваний. То есть, грубо говоря, какими заболеваниями мы с вами заболеем в течение жизни, может быть, завтра, может быть, послезавтра, а может быть, к концу жизни. Исследования нашей ДНК позволяют узнать наше происхождение. Я об этом буду попозже говорить достаточно подробно. И такая развлекательная генетика, как мы ее называем. Исследования ДНК позволяют выявить определенные таланты и способности, предрасположенности к ним. Давайте начнем по порядку про здоровье. Собственно, есть три составляющие долгой и здоровой жизни. Нужно знать, чем вы заболеете. Нужно профилактировать то, чем вы можете заболеть. И нужно проходить регулярные скрининги, чекапы для тех заболеваний, которые нельзя профилактировать. Давайте более подробно на всем этом остановимся. Зачем знать свои риски? Всего известно много тысяч разных заболеваний. Из них часть является наследственными заболеваниями. То есть, теми заболеваниями, которые зависят только от нашей ДНК, только от наших генов. И, как правило, эти наследственные заболевания проявляются в детском возрасте. Поэтому можно смело сказать, что если у вас нет сейчас наследственного заболевания, если вы о нем не знаете, то, скорее всего, оно у вас и не проявится. По крайней мере, вероятность этого очень мала. А вот те заболевания, которые у нас с вами могут проявиться буквально завтра, это мультифакторные заболевания. Они зависят от генетики и от факторов внешней среды. Все знают про онкологию, все знают про сердечно-сосудистые заболевания. И таких заболеваний порядка 150. Можно, наверное, теоретически профилактировать все 150 заболеваний. Это достаточно сложно. Честно говоря, ни разу не встречал человека, который утверждал бы, что он профилактирует все возможные заболевания. Как правило, люди занимаются только тем, чего они боятся. И не всегда то, чего они боятся, у них на самом деле является риском. Многие боятся онкологии, и не у всех будет онкология. По крайней мере, риск онкологических заболеваний далеко не у всех высокий, повышенный. Такой же, как у Анджелина Джоули. Кто-то боится инсультов, инфарктов, кто-то боится, я не знаю, рака легкого, а кто-то курит. Вот знал бы риски, соломку постелил бы, знать риски полезно. Полезно, потому что на основании этих рисков можно создать план профилактики и профилактировать, на самом деле, можно не только бегая по утрам, и не пить, не курить. На самом деле, не всегда это даже и правильные советы. Можно иногда и пить, и курить, особенно если риски позволяют. Ну и, естественно, есть заболевания, которые нельзя профилактировать, которые можно только на ранней стадии выявить и лечить. И для этого, собственно, нужен чекап. Собственно, три таких шага. Еще раз, это знать риски, профилактировать заболевания и проходить чекапы. Причем персональные чекапы. Бессмысленно делать чекапы на все заболевания или на самые частые заболевания, потому что те заболевания, которые могут быть у вас, это совсем не факт, что те же самые, которые будут у вашего соседа или у меня, например. Как мы помогаем людям с этим справиться? Мы, собственно, говорим, какие риски есть. Вот так вот выглядит мой отчет, мой результат генетического теста. У меня будет достаточно много скриншотов моего отчета. Они у нас есть на сайте. Мои отчеты, в смысле, могут быть ваши. Они такие публичные, как мои. Например, начнем с самого такого забавного. Мой риск быть лысым больше, чем у 91% людей. И, наверное, это заметно. Я выбрал пример с облысением, просто для того, чтобы никого не пугать. Но в целом тут вместо облысения может быть болезнь Альцгеймера, рак молочной железы, все что угодно еще. Мы говорим, что мне поможет врач-трихолог. Отмечено, что врач-трихолог при этом заболевании может помочь. И к старости я буду лысым с вероятностью 90%. Я думаю, что тут генетический тест не вред. Естественно, как такой элемент профилактики, скрининга, есть определенное количество лабораторных тестов, которые врач вам порекомендует, если вы к нему обратитесь. Или мы вам порекомендуем, если вы обратитесь к нам, к нашим врачам, которые необходимо сдать, для того чтобы выяснить причины облысения. Потому что сами по себе гены, они влияют на заболевания, и облысения тоже заболевания, не напрямую. Они влияют через транскрипцию, трансляцию, белки, биохимические маркеры и много других умных слов, и мы о них говорим. Окей, мы прошли через риски заболеваний на простом примере, который на самом деле может быть гораздо более печальным, чем просто облысение, мое облысение. Давайте перейдем к следующей теме, к происхождению. А можно попросить поднять руки тех из вас, кто знает, что тут нарисовано? Да, вот прям крики из зала хромосомы. Хромосомы, правда. А почему какие-то из них обозначены серым, а какие-то красным? Как вы думаете, есть идея? Вот тут я услышал два таких частично правильных ответа. С одной стороны, да, действительно, у меня закрашена Y-хромосома. Y-хромосома, она есть только у мужчин, она участвует в определении пола. А МТ, этот кружочек, это митхендриальная ДНК. Это еще один кусочек нашей ДНК, который не упакован в хромосомы. Но говорю я об этом не потому, что я собираюсь определять пол, а потому что Y-хромосома и митхендриальная ДНК, они наследуются очень специфическим образом. Их наследование отличается от наследования всех остальных хромосом. Почему? Митхендриальную ДНК мы получаем только от матери. Отец не может нам передать митхендриальную ДНК. А наша мама получила митхендриальную ДНК от своей мамы, от нашей бабушки по маминой линии, от нашей бабушки по маминой линии от своей мамы, то есть от нашей прабабушки по маминой бабушке на линии и так далее. И представим, что у нашей прабабушки митхендриальная ДНК произошла какая-нибудь мутация. Она бессмысленная, ничего не значащая и никак не повлияла на ее здоровье. Наша прабабушка жива и здорова, например. Но все потомки нашей прабабушки по материнской линии получили эту мутацию. И в целом, если мы встречаем на улице человека и узнаем, что у него есть мутация в митохондриальной ДНК такая же, какая есть и у нас, то можно предположить, что это какой-то потомок нашей прабабушки. И то же самое касается Y-хромосомы. Только Y-хромосому передают по отцовской линии, ее нет у женщин, поэтому, к сожалению, Y-хромосому у женщин исследовать не получится. А зачем все это исследовать? Исследовать это для того, чтобы узнать, что мы все из Африки. Я из Африки, вы из Африки, все мы из Африки. Другое дело, что путь нашей миграции, он отличается. И вот здесь, собственно, точками отмечен путь миграции моих предков, и это, по-моему, по материнской линии. Интересно в целом знать, как двигались мои предки, вплоть до, на самом деле, последняя точка, она отмечает место жительства моих предков по материнской линии примерно тысячи лет назад, вот от тысячи лет и назад, назад, назад к тому, когда, собственно, люди появились на Земле. Еще из этого можно узнать, например, что у меня был общий предок с Николаем II, королем Англии и королем Норвегии. Правда, общий предок с Николаем II у меня жил примерно 21 тысячу лет назад, и на самом деле примерно у 20% из сидящих здесь в зале, тот же самый общий предок жил примерно 21 тысячу лет назад. Но зачастую бывает так, что можно узнать о родстве гораздо более близком. А у вас? Еще что можно узнать? Например, можно узнать так называемый этнический состав. Кто мы по национальности? Я на 38% из Южного Кавказа, в основном из Армении, на 37% из Восточной Европы и на 15% еврей. И в целом это соответствует тому, что я знаю о своем происхождении, что я знаю о своих предках. Причем генетический тест показывает не только такое процентное соотношение, он показывает и более детально. Например, тут, к сожалению, не очень хорошо, наверное, видно, но вот тут написано, что у меня самый высокий уровень – это Армения, что в целом правда. И Восточную Европу можно точно так же открыть здесь сильно вниз и посмотреть многие популяции, которые населяют Восточную Европу. В целом с помощью генетического теста можно найти фрагменты генома, которые мы наследовали от порядка 80 разных популяций. И еще можно делать поиск родственников. Тут, правда, результаты моей дочки, потому что у меня, к сожалению, те родственники, которые у меня нашлись, они предпочли скрыть вообще всю информацию о себе. У нас есть опция раскрывать информацию в поиске родственников, и люди могут скрывать эту информацию с ображением приватности. У дочки со стороны, не меня, а со стороны моей половинки, есть родственники. И, собственно, они здесь отмечены. Тут есть моя сестра, которая решила о себе ничего не рассказывать. Вот эта вот строчка. И есть еще наши далекие родственники. Причем вот такой поиск родственников позволяет находить в нашей базе ваших, наших родственников вплоть до 10-го поколения. И мы недавно делали такое статистическое исследование. Больше 90% наших клиентов находят у себя, по крайней мере, одного родственника, что, с одной стороны, для генетиков более чем ожидаемо, с другой стороны, очень приятно для того человека, который такой тест сдал и получил такие результаты. Окей, мы поговорили про происхождение. И последний раздел, о котором я хотел рассказать, это, собственно, таланты и способности. Если риски развития заболеваний наследственных и мультифакторных это такая вещь, условно, однозначно доказанная. Ну, что такое однозначно доказанная? Были достаточно большие дискуссии, насколько такие генетические тесты нужно делать или не нужно делать. И мне кажется, такая финальная точка в этом споре. Она была поставлена американским регулятором FDA, который разрешил продавать такие генетические тесты в интернете, в рекламе, как угодно. Американский регулятор, медицинский регулятор, он один из самых строгих в мире. И мне кажется, что после этого никто не будет спорить, что генетические тесты нужны в медицине. Происхождение – это тоже очень такой частый тест, который во всем мире заказало уже почти 5 миллионов человек. Это тоже достаточно удобный инструмент исследования себя. А вот то, что касается талантов и способностей, тут нет такой широкой популярности. Что такое какая-то способность? Кто такой спринтер? Почему он спринтер? Почему вдруг, если я решу пробежать марафон, я, наверное, не прибегу марафон? Кто-нибудь в зале, наверное, бегал марафон. А, кстати говоря, можно попросить поднять руки, кто бегал марафон? Один человек, два, три, четыре. Ну, неплохо. Почему они пробегут марафон, а я не прибегу? На самом деле, ответ тоже кроется отчасти в наших генах, в структуре нашего организма, в том, какие у меня мышцы, какая у меня кровеносная система, как у меня работает домен веществ. И это все можно исследовать. Причем это давным-давно исследуют. У элитных спортсменов, у олимпийских чемпионов, правда, это редко доходит до нас с вами, до простых людей. Хотя, например, в Китае есть целая программа, когда детям при отборе в ту или иную спортивную секцию приходится давать генетические тесты. И, насколько мне рассказывали опыт Китая, там достаточно жестко с результатами. Если вдруг у ребенка нет какой-то предрасположенности, то вряд ли его возьмут в школу олимпийского резерва более высокого уровня. Так вот, говоря о талантах и способностях, мы этот тест сделали совсем недавно. Мне хочется, собственно, про него побольше, может быть, рассказать. Опять же, на примере моей дочки, которой 4 года, поэтому я у нее пока не спрашивал, можно это делать или нет. Ну да ладно. У нее, например, есть предрасположенность к плаванию на короткие дистанции. Каким образом мы узнаем, что у кого-то есть какая-то предрасположенность к какому-то виду спорта? На самом деле здесь есть много факторов, которые мы учитываем. Первое, что мы учитываем, мы узнаем, человек к какому типу нагрузок склонен. Ну, бывают нагрузки, которые требуют выносливости, бывают виды спорта, которые требуют очень высокой силы или скорости, а бывают игровые виды спорта, которые как бы и не то, и не то, или наоборот и то, и то. Ну там банально в футбол нужно иногда и очень быстро бегать, и при этом еще и полтора часа непрерывно бегать. То есть тут и скорость, и выносливость. На то, насколько мы выносливы или насколько мы сильны, влияют наши гены. Каким образом? Самый яркий пример. Наши мышцы, они состоят из двух типов мышечных волокон. Некоторые мышечные волокна, они, так называемые, медленные. Они достаточно медленно сокращаются, но зато они очень медленно устают. А быстрые мышечные волокна, они наоборот, они могут очень быстро сократиться, но они точно так же быстро и устанут. Поэтому в зависимости от соотношения мышечных волокон в наших мышцах, кто-то будет очень быстрый, кто-то сможет развивать достаточно большую силу в рывке, но при этом он будет очень быстро уставать. И наоборот, могут быть люди, которые очень выносливые, которые могут пробежать марафон, но которые, может быть, не будут такими быстрыми в данный момент времени. Это первое, что мы делаем. И мы, собственно, узнаем, что моей дочке подходят скоростно-силовые виды спорта. Кроме этого, мы знаем, что травмы тоже зависят от генетики. Банально переломы, вывихи, разрывы, связок. Это те вещи, которые, конечно, зависят от случайности. Конечно, зависит от того, вы упадете или не упадете, но плотность костей, она зависит от того, как работают наши гены. Наши связки могут разрываться в том случае, если у нас есть какие-то мутации в определенных генах в нашей ДНК. Поэтому, исключив риски травм, можно подобрать какие-то конкретные виды спорта, где вероятность тех или иных травм достаточно низкая. Например, внутри скоростно-силовых видов спорта бывают виды спорта, которые достаточно травмоопасны. Та же самая тяжелая атлетика. Но моей дочке это не подходит. И третий момент, который мы учитываем, наверное, такой самый понятный. Конечно, олимпийские спортсмены и элитные спортсмены уровня мастеров спорта и выше, они проходят генетические тесты, можно просто сравнивать нас с вами, с ними. И на кого мы больше похожи, там и большая вероятность нашего успеха в каком-то виде спорта. Далеко не всегда мы можем это объяснить с биологической точки зрения, потому что это не всегда изучено наукой. Тут есть достаточно большой прогресс, но он пока не завершен. Мы не все знаем, как работает наш организм. Но, по крайней мере, таким сравнением мы можем сказать, вот конкретно моей дочке, что она, возможно, будет неплохо плавать на короткие дистанции. Или, например, неплохо заниматься математикой. Причем, наверное, лучше, чем 90% человек. Откуда мы это узнаем? Дочке просто проводятся так называемые ГВАСы. ГВАСы — это исследования, в которых берется группа людей, например, талантливых математиков. И исследуется вся их ДНК. Обнаруживаются какие-то варианты, которые, может быть, связаны с какими-нибудь заболеваниями, признаками или чем-то еще, а может быть, никак не связаны ни с чем. И берутся обычные люди. И если мы обнаруживаем какие-то варианты, которые очень часто встречаются у математиков и редко встречаются у обычных людей, то можно сказать, что если у человека такой вариант будет обнаружен, то с высокой вероятностью он будет неплох в математике. Вот на основе этого и можно сделать такой, с одной стороны, смелый, а с другой стороны и очень полезный вывод. Наверное, это все, о чем я хотел вам рассказать. Хотел подарить вам промокод на скидку, на 2000 рублей на наши тесты. Если у вас есть какие-то вопросы, можно, чтобы мне кто-то задал вопросы? Да, да, конечно, конечно. Спасибо. Я предлагаю в первую очередь поблагодарить за выступление Валерия Ильинского. Спасибо. Правда, действительно, очень интересно. Да, у нас сейчас время вопросов и ответов. И, как мы уже и говорили, пожалуйста, пишите ваши вопросы в приложении Bitrix.conf и мы озвучим самые яркие, провокационные. Мне очень понравился здесь один вопрос. Очень просто и в лоб. Как узнать, что я гений? Ну, это сложно. Вопрос в чем именно? Наверное, в любой. Я думаю, автор вопроса имел в виду любое отклонение от нормы. В любой области. Да вы хотите про бизнес? Ну, смотрите, про бизнес сложно, потому что достаточно тяжело отобрать таких однородных предпринимателей. Если мы говорим, там, гений в музыке, да, самое понятное, есть определенные маркеры, генетические маркеры, которые дают человеку возможность, способность, талант абсолютного слуха. Можно сделать генденка-тест и узнать, в чем именно у вас есть склонность, талант. Показывает ли… Мы говорили про талант. Есть ли эти показатели на основании тех тестов, которыми вы занимаетесь, которые показывают гениальность потенциальную? А чем талант отличается от способности и гениальности? Вот вы мне скажите, я как человек не эксперт в этой теме. Ну, это, на самом деле… Или это одно и то же? Это такая… На мой взгляд, это игра слов. У нас в тесте нам достаточно сложно было поделить признаки на таланты и способности. Ну, например, там, чтение. Это талант или способность? Кажется, мы все обладаем этим талантом, поэтому мы называем чтение способностью. А в математике бывают какие-то гении, и поэтому математика может быть талантом. Но это все, на самом деле, игра слов, на мой взгляд. Это все некие признаки, которым у нас может быть предисположенность, может не быть предисположенности. И вопрос чистоты, встречаемости людей с выдающимися способностями. Хорошо. Спасибо. Итак, давайте поблагодарим еще раз Валерий Ильинский, компания «Генодек». Спасибо за выступление.